Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua Новый 2014 год, обещает быть очень интересным. И вот новая модель, практически сразу после нового года она у нас появилась. Модель называется THL-T100S. В связи с тем, что в интернете сейчас нет никакой подробной информации о том, что это за модель, какие технические характеристики у этого смартфона, так как этот смартфон еще не попадал, скорее всего, никому в руки в Украине. Я считаю нужным снять для вас кратенький обзор, распаковку этого смартфона, чтобы вы увидели все же, что же это за аппарат. Ну и само собой, естественно, потом я сделаю полноценный обзор, так как я делаю это обычно. Значит, поставляется модель вот в такой вот коробке. Немножко изменили дизайн. Завод, производитель по коробке. Камера. На место. Значит, в комплекте. Есть стандартная вот такая вот зарядка. USB кабель. Есть оригинальная пленка. Пленка, кстати, наклеена и на самом экране, то есть ее можно сразу же снять. В принципе, есть еще вот такая вот гарнитура. И больше ничего такого интересного здесь нет. Давайте посмотрим непосредственно наш смартфон. Вот эту пленку хочу снять, чтобы было более красиво. В общем, дизайн такой угловатый, прямоугольный. Дизайн мне очень нравится. Несмотря на то, что очень большие, скажем так, размеры незадействованной площади. Спереди экран имеет рабочий размер дисплея. 5 дюймов, никакие не 5,5, никакие не 5,3, о которых были разговоры все вот эти вот. Есть динамик, есть фронтальная камера на 13 мегапикселей, датчик приближения, датчик освещения. Есть вот такая вот сделанная под металл каемочка, она как сверху, так и снизу в принципе. Три сенсорных кнопки, это меню домой-назад. С этого бока у нас есть качелька громкости, сверху разъем под наушники и USB для зарядки. Кнопка включения-выключения, вот так вот она располагается. И снизу у нас есть микрофон и вот такая вот дырочка для открытия крышки. Сзади смартфон имеет матовую такую софт-тач покрытие. Здесь есть логотипы, течель, есть задняя камера, камера Sony, 13 мегапикселей, вспышка очень классная. Второй микрофон, решетка динамика. Корпус смартфона я как бы никаких таких достоверных источников не нашел. Это на вид обычный софт-тач пластик, или он поликарбонат называется. Вот по торцам сверху и снизу есть такая тоже рифленая, очень приятная на ощупь поверхность. Ну и вот эти вот ободки, это пластик спереди под металл сделан. Не знаю из чего это, что это такое на самом деле. Не нашел никакого подтверждения, как проверить не знаю. Ну и само собой, экран защищен стеклом Gorilla Glass. Значит, в отличие от предшественника THL W11, крышка здесь съемная. Корпус сам разборной. Аккумулятор съемный. Аккумулятор у нас не на 2700, а на 2300. В данном случае модель я держу в руках версии WCDMA. То есть не TD-CDMA. Здесь есть большая симка, здесь есть микросим и, само собой, слот под микро-SD карточку. Так, пока он у нас будет включаться, опять же, затрону такой вопрос, это реальные размеры смартфона. Потому что, опять же, в интернете много противоречивой информации. Берем линейку. В принципе, я проверял, сверял вот эту вот информацию с коробкой. Реальные его размеры. Это 144 на 70 на 84. Проверяем. Примерно, чтобы вы видели, 144 на 70. Только даже чуть меньше он по размеру, где-то 69. Толщина у него. 80 примерно. Ну и размер дисплея. Я вам покажу по диагонали. Примерно я мерил уже. Здесь получается 12,6. Это соответствует 5 дюймам самому размеру. Ну и давайте основное. Это технические характеристики. Потому что в этом плане тоже могут быть нюансы. Значит, в Antutu набирает данная модель 26344. Вы видите, что это реально, действительно, восьмиядерный MTK 6592. С графическим ускорителем Mali-450. Full HD разрешение экрана. 13 Мп. Камера как задняя, так и фронтальная. Вот они две показаны. Значит, он действительно восьмиядерный. Он MTK 6592. Частота процессора 728-1664. Здесь 32 гига встроенной памяти и 2 гига оперативной. В принципе, стоит более-менее последняя версия Android 4.2.2. Но не 4.4, как у Nexus, как у Google устройств. Из датчиков я уже рассмотрю эти моменты чуть дальше. То есть, что можно сказать? Из первых впечатлений. Мне очень нравится дизайн. Я не любитель вот таких вот больших размеров. Но здесь как-то оно все смотрится очень так эстетично и достойно. Характеристики соответствуют заявленным. То есть, смартфон действительно мощный, действительно быстрый. Как он будет работать с играми, это мы посмотрим в полноценном нашем обзоре. Как будет работать аккумулятор, тоже посмотрим в нашем обзоре. Камеру я так уже клацал, мне понравилось, как снимают макросъемку ближлежащие объекты. То есть, в этом плане все супер. На этом все. Вот такой вот у меня получился не совсем короткий обзор распаковка. Но я думаю, вам было интересно. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому нравится. Подписывайтесь на наш канал обязательно. Всего доброго. Продолжение следует...